Ключи от новой квартиры для десятков семей, проживающих в бараках в Заводском районе. Эта мечта стала реальностью. На торжественном вручении побывала и наша съемочная группа. В 2007 году народные депутаты Сергей Кальцев, Ярослав Сухи и Геннадий Горлов добились строительства двух новых домов в Заводском районе, чтобы отселить туда людей, проживавших в бараках. А в 2010-м на эти цели из госбюджета выделили более 27 миллионов гривен. На них и закупили квартиры в этой новостройке в Ленинском районе для 58 семей. С учетом того, что эти деньги нужно было освоить, а деньги зашли в октябре до конца года освоить, нам пришлось проводить тендер на единого заказчика. Строить просто дома было невозможно, потому что вообще задача в Заводском районе строить дома для новоселов. Но с учетом того, что физически не было возможности строить дом, было принято решение городской властью и были приобретены квартиры в Ленинском районе по улице Рельефная. В квартирах уже сделан ремонт. Из городского бюджета на это выделили 2,5 миллиона гривен. Вручение ключей от нового жилья проходит в торжественной обстановке. Это действительно праздник, все как один говорят новоселы. Ведь на переселение уже давно не надеялись. Теперь же новая жизнь, говорят люди. Вся моя семья переезжает из барака в новый элитный дом. Мы надеемся, что, мы не надеемся, мы уверены, что новая квартира принесет нам очень много радости. Я, понимаете, у меня даже, ну, хочется заплакать, но я держусь. Но вы понимаете, что такое в таком возрасте уже получить жилье. Всего реализация программы по отселению людей из ветхих домов в 2012-2017 годах требует как минимум 350 миллионов гривен. И для городского бюджета это неподъемная сумма, говорит инициатор социальной программы Сергей Кальцев. В идеале государство должно взять на себя 85% расходов, а город 15%. Поэтому наша задача депутатского корпуса и руководству города получить поддержку в кабинете министров, в Верховной Раде, у президента. И на уровне кабинета министров пролоббировать и создать программу государственной поддержки в части строительства жилья. Сегодня в бараках в Заводском районе проживает более трех тысяч человек. Субтитры создавал DimaTorzok